Всем привет, меня зовут Валентин и сегодня у меня на обзоре целых два инструмента от компании SP Корейский и японский клипс. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как и всегда, для начала пройдемся по характеристикам. Справа от меня и слева от вас находится классическая EC1000, корейская модель Lispol, с полностью стоковыми датчиками, классическая итерация модели EC1000, их уже куча, они, ну, известны. Слева от меня находится уже более интересная модель, это новая серия SP-E2. Тут на пере написано, что это LTD Eclipse. Я уже делал обзор на подобную гитару, примерно в 2013 году, всего год выпускалась модель, именно под таким названием, потом их переименовали в SP. Ну, тут опять же написано, эта модель сделана в Японии еще раз. Также могу сказать, что я сравнивал эту модель новую со старыми SP-Eclipse, и да, как и в случае с Harazin'ами, они выигрывают. Сейчас эти модели сделаны уже лучше, опять же, разнообразие в датчиках и в цветовой гамме. Но в отличие от корейской модели, здесь не все стоковое. Изначально тут стояли Seymour Duncan, JD, по-моему, и 79-й в NEC. Здесь стоит 81-й MG, как здесь, в Бридже, и старый Seymour Duncan, то есть система пассив с активом. Там сделана специальная проводка MG PA. Ну, достаточно интересно, на самом деле, звучит, и я думаю, это тема для отдельного видео, пассивные активные датчики в одном корпусе. Скажу так, что это работает благодаря системе MG, которая здесь поставлена, я имею в виду распайки. Нету большой разницы на выхлопе. То есть, если играть обычно в датчиках, то все-таки активный датчик, он будет посильнее и погромче, если говорить банальным языком. В остальном Eclipse совершенно стоковый, да, он выглядит как новый. Дальше по фурнитуре будут уже отличия, потому что здесь стоит все-таки корейская фурнитура, даже если это Бридж и колки, здесь они локовые на этой модели, а здесь уже будут колки японские готов, да и фурнитура тоже будет японская стальная. Из вещей, которые похожи в этой гитаре, тут одинаковое строение. У меня, к сожалению, нет весов, чтобы сравнить их вес, но если вот так взять, они примерно одинаковые. У обеих гитар вклеенный гриф, у обеих гитар корпус сделан из красного дерева, гриф из красного дерева, у обеих гитар есть кленовый топ. Но я подозреваю, что вот здесь настоящий кленовый топ, а здесь просто перламутровая штука, которая, если честно, мне совершенно не нравится, не знаю, зачем вообще нужно было вот эту цыганщину делать, но ладно. Также бросается в глаза наличие 22 ладов здесь и 24 здесь, что очень странно. Все Eclipse, что я видел, они идут именно с 22 ладами, не знаю, почему так сделано, хотя знаю. Все-таки больше SP идет в сторону Лиспола Гибсона, ну опять же, тут видно сейчас и по расцветке, какой же он красивый, блин. Также, если брать гриф, профиль грифа у них одинаковый, но тут он чуть-чуть может быть шире, чуть-чуть шире. То есть, знаете, что когда вы покупаете любую гитару от SP, если вам говорят про разницу в грифе, ее, блин, нет. То есть, серьезно, у них у всех практически одинаковый гриф, неважно, стрела это Лиспол или в стартокасте. Вот, тут он чуть-чуть шире, может быть чуть-чуть толще, но по удобству, ну что по удобству говорить. У SP такая фигня, чем дороже гитара, тем она лучше и удобнее и звучит лучше. Вот такой вот я спойлер дал всем. Думаю, самый частый вопрос, который, по крайней мере, я слышал, это же, в чем же все-таки сила? Корейский ЛТД, японский SP, где датчики лучше, где дерево вкуснее, и стоит ли переплачивать за дорогую модель. Я постараюсь ответить на все эти вопросы сегодня, но это только мое мнение, и, опять же, я предупреждаю, что это Ютуб. Ютуб. И разницу в звуке вы можете вообще не услышать. Для тех, кто любит детали, напомню. Сегодня мы будем играть, как и всегда, Vax FX2 на стандартном пресете, который я выберу для обеих гитар. Датчики стоят одинаково, MG81, мы будем тестировать гитару только на бридже, потому что здесь в неке стоят уже пассивные сэмордунки. Струны стоят одинаковые, это, что у меня там,ернибол, пауэрслинки 1148, как у Хэтфилда сейчас, раньше были десятки. И высота датчиков одинаковая, вроде все. Если я где-то еще ошибился, ну, можете написать в комментариях. Или нет. Поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь давайте пройдемся по каждому инструменту, посмотрим минусы-плюсы и общее ощущение, сделаем какой-нибудь итог. Итак, еще раз, в руках у меня сейчас клипс, модель S.P. японская, сделана в 2012 году. Ну, блин, он красивый. Он очуметь какой красивый, просто посмотрите. Я вот покручу его, тут еще так солненько отблескивает. Может быть видны мои пальцы, потому что все-таки глянец. Это вам не Space Gray. Чудесно красивый инструмент, да и в эту цену любой гипсон будет намного страшнее выглядеть. Чего уж там говорить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне очень нравится, к чему сейчас пришла компания S.P., что они реально двигаются в направлении делать лучше инструменты. И если сравнивать, опять же, с прошлыми моделями, это просто небо и земля. Тут сразу это видно. Да, на камере, если взять какой-нибудь старый клипс с похожей расцветкой, вы, может быть, не увидите конкретную разницу. Я же вижу. Более красивый лак, более красивый топ. Он просто охренительно красивый, то есть серьезно. Когда ты смотришь на эту модель, ну ты сразу даешь ей ценник, там, ну, в 2 ляма, допустим. Потому что частенько, когда люди приходят в магазин и видят там эпифон красивый, то они думают, что черт, он же такой красивый, наверное, но звучит круто. Также есть некоторые люди, которые также думают с S.P., что если вот он так офигенно выглядит, то он звучит... То он не звучит на свои деньги. Звучит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одно предубеждение, которое часто бросается в глаза людям, это то, что инструменты S.P., даже если они выглядят как лисполы, они сделаны для того, чтобы валить тяжелую музыку. Нет. На самом деле я недавно пришел к такому выводу, что это все, скажем так, пошло от определенного успеха компании. Все-таки, то бишь, компания больше всего прославилась именно благодаря металлистам, потому что Lamb of God, Metallica, Children of Bodom и так далее, все они индоссеры S.P. И на S.P. давно уже играют. И из-за этого, может быть, люди, когда смотрят на это со стороны, видят именно у металлистов гитары S.P., а не Gibson, например, или Fender, они думают, что это гитара для тяжа. И, может, благодаря именно этому сформировалось какое-то такое мышление в эту сторону. Я могу привести кучу примеров, как из King Week, где на подобных гитарах играли блюз, джаз, да и что говорить, Рон Вуд, гитарист Rolling Stones. У него есть, собственно, подписная гитара StatoCaster. Ну, это о чем-то должно, опять же, вам говорить. Поэтому, повторяюсь еще раз, эти гитары не только для тяжа. Они прекрасно звучат в любом стиле музыки. Просто это гитары, которые прославились у металлистов. Теперь, как и любой другой YouTube-блогер, я должен к чему-то доебаться. Сложно. Сложно, сложно, но надо. Сделано все классно, ничего нигде не шатается. Блин, никаких у меня проблем не было, я уже две недели на нем играю. 22 лада. Вот я бы хотел 24. Не потому, что, типа, я играю на 24 ладу, то есть это, наверное, какое-то там нужно определенное жесткое соло. Или 24 лада, 24 лада скорее интересны на гитарах с Флойдом, потому что там можно сделать флажолеты. Или играть соло из Блэкнет. Тут скорее у меня вопрос конкретного удобства, потому что дотянуться до 22 лада гораздо легче, если за ним еще есть расстояние. Мне частенько пишут, что в обзорах я играю слишком много олдскульной музыки. Будем исправлять. А теперь у меня в руках младшая модель ЕЦ-1000, сделанная в Корее в 2007 году. А что можно сказать об этом инструменте? Наверное, я уверен, что, ну, 70% людей, которые сейчас смотрят это видео, они знают, знают, возможно, даже играют и обладают этой моделью. Это одна из самых популярных моделей, как за рубежом, так и у нас. Почему? А все очень просто. Бытует очень мнение, особенно в наших странах, что если поставить на дешевую гитару дорогие датчики, она будет звучать. Да, в 80% случаях это действительно работает, но это холивар для отдельной темы. В данном случае здесь так и есть. Здесь стоит корейская деревяшка, грейский, корейская деревяшка. Здесь стоит корейская деревяшка, корейский гриф и так далее. Но датчики стоят американские МГ, хотя, да, наверное, американские. А датчики стоят американские. И, соответственно, это звучит. Также эта модель прославилась удобным грифом от SP, потому что на всех своих моделях, даже на самых дешевых, они не меняют структуру грифа и не добавляют всякие ненужные вещи или не пытаются сильно сэкономить. Как, допустим, это делает Fender или Gibson. Здесь в этом плане все очень классно. Поэтому, если сублимировать, много умных слов. Короче говоря, цена, звук и удобство находятся здесь на одном уровне, и это очень классно. А в Штатах эта модель обрела популярность, в принципе, по таким же принципам, но в Штатах очень любят Lispol, Fender, Stratocaster. И в этом случае компания SP делала определенно все-таки те же самые инструменты, опять же, все-таки Lispol, но удобнее. Легче, удобнее, 24 лада и какие-то другие мелочи. Опять же, за хорошую цену. Поэтому в этом плане гитары SP обрели большую популярность. И если взять кучу звезд, например, есть отличная группа Breaking Benjamin, надеюсь, я правильно произнес свое название. Там солист играет на гитарах ЛТД. Именно ЛТД, не SP. И таких примеров очень много. Опять же, можно вспомнить гитару Хэттлда эпохи 2000-х, Линч, которая была у него в туре с альбомом Сеттенгер. Из минусов, которые можно отметить в инструменте. Тут очень тяжело, потому что я люблю гитары SP, и мне очень тяжело их за что-то ругать. Тут уже, как говорится, каждому свое. Разве что могу сказать, что если вы покупаете гитару, допустим, не за 200-300 баксов, а за 700 и так далее, ну как, например, вот ЕЦ-1000, то это не значит, что у вас не будет никаких косяков. Само собой, тут может расшататься джек, или переключатель может отвалиться. Это нормальная тема для гитар, как для новых, так и для БУ, и этого не нужно бояться. Поэтому это совершенно нормальная тема для любых инструментов. Не нужно делать какие-то скоропостижные выводы. Ну а теперь сделаем какие-то общие выводы. Две гитары прекрасны. Прекрасно звучат, прекрасно выглядят. Они обе удобны, и у обоих есть большой потенциал, как в работе в студии, так и в работе и на сцене, и так далее. Да, эти гитары очень похожи. Да, на этих гитарах стоят одинаковые датчики. Да, на этих гитарах стоят одинаковое дерево. Но опять же, я повторюсь, что они сделаны совершенно по-разному. Опять же, если взять красное дерево. Да, в обеих гитарах махагонь. Здесь и здесь. Но это не значит, что оно сделано, грубо говоря, из одного большого куска. Как и взять кленовый гриф. Это не значит, что клен, который у вас растет под домом, такой же, как и тот клен, из которого делается гитара. Это совершенно разные деревья. И поверьте, что разница огромная. Просто огромная в подобных вещах. То есть, если простыми словами, здесь и дерево идет само по себе дороже, и фурнитура получше. То есть, это совершенно разные гитары, несмотря на то, что они очень похожи. Как и всегда, я хочу сказать, что это только мое мнение. И оно может быть непохожим с вашим. Это вполне нормально. Я всего лишь диван аналитика. Подведя какие-то общие итоги, пора ответить на главный вопрос. Что лучше? Стоит ли переплачивать за данную модель? Стоит. Не просто так, эта модель сейчас находится у меня чуть-чуть выше другой. Да, здесь фурнитура, звук, удобство, цвет. Все лучше. Мне все тут нравится. 24 лада было бы и вообще просто охренительно. Да, это того стоит. Да, этот инструмент стоит своих денег. Опять же, я всегда призываю к тому, чтобы покупать гитары БУ. Это исключит ряд косяков, связанных, опять же, бывает частенько с браком и так далее. Так и с общей ценой инструмента, потому что, ну, вы понимаете, что в основном переплата за новый инструмент составляет чуть ли не корейский ЛТД. Также ни в коем случае я не хочу приунизить или как-то оскорбить чувство корейской модели. Она тоже прекрасная. Это потрясающий черный инструмент, который подойдет определенно под любой жанр, под мясо, например, в дропси. И он просто потрясающий. Он потрясающе выглядит, он также удобный. И честно, если говорить конкретно о моем инструменте, переплачивал бы ли я? Наверное, нет. Только, наверное, если бы я выступал или отправился в тур, и мне нужна была бы рабочая лошадка, я бы взял с собой эту гитару. Хотя, если честно, я бы взял и ту, и ту. Как и всегда, хочу сказать спасибо за просмотр. Надеюсь, видео не получилось слишком долгим. Если вам понравилось, поставьте палец вверх, подпишитесь. Можете подписаться еще на мой инстаграм, я там много всякой херни выкладываю, интересной херни. Наверное, все. Выбор только за вами. До новых встреч. А теперь давайте пройдемся по каждому инструменту, посмотрим минусы-плюсы и общие ощущения, и сделаем какой-нибудь итог. Да? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Блин.